Впрочем, далеко не все эти задачи выглядят однозначно позитивно, стоит признать. Чего стоят одни только европейские требования по молоку, которые уже поставили украинское село на грань бунта? Новости драматические. Якобы в селах забивают молочный скот на мясо, а с июля Украине вообще грозит молочный дефицит. Правда это или нет, выясняла Павлина Василенко. Густенько, гадная сметанка, сыр уже разебрали. И в холоде, и в жару они торгуют на рынке. У каждой хозяйки свои клиенты. И каждая уверена, ее молочка самая вкусная. По украинским нормам. А вот отвечает ли товар евростандартам, продавщицы не знают. И с опаской ждут 1 июля, дня, когда заработают новые нормативы. Я скажу, что закрою, что не будут, не дадут торговать и людям. Чтобы люди не торговали, чтобы только были фермы, фермерские господарства. Мы против, конечно. А за что нам жить? С тем, что их продукция уже летом опустится до второго сорта, не согласны. Наши муку наоборот первого сорта, высшего, можно сказать, чем государство. Он же без домишек, без всяких. Натуральный. Мы не те, что работаем. И поэтому я вас запрошу до себя домой. Мы не работаем. Мы пашем. А если пригласили в гости, едем. Людмила живет в селе Гастролучье Киевской области. Свой небольшой молочный бизнес она ведет уже 8 лет. За это время хозяйство выросло. Сейчас уже 16 коров. Но из долгов и кредитов это не помогло вырваться. Буквально недавно Людмила потратилась на машину. Ведь без нее никак. Недавно придали, называется, кредит. У людей придали, называется, машинку. Ишь, варить и все. Но это хорошая машинка для торговли. За 8 лет фермерства ни отпуска, ни выходного. Каждый день подъем в 4 утра. В кровать поздно ночью. Чтобы сэкономить, все хозпостройки делали своими руками. Сколько цвахи коштует? Сколько коштует элементарная доска? Сколько провод коштует для того, чтобы завезти? Сколько эта пленка, этот примитив? Это примитив, это смешно. На это подивиться, хочется плакать. Но надо работать. Вот это называется Милочка. Мы ее купили, когда ей было 2 месяца. Милочка. Милочка. Но сейчас она занята есть, а то обычно она целуется. Чтобы прокормить одну только Милку, нужно выложить более 1000 гривен в месяц. Арифметика одной коровы проста. Стоимости корма нужно приплюсовать еще и стоимость медикаментов, электроэнергии и бензина. Также услуги пастуха, помощницы и ветеринара. Людмила считает, из 21 тысячи гривен в месяц, полученных от продажи молочки, им с мужем остается всего 4 тысячи. А чтобы соответствовать евронормам, семье нужно будет еще раз кошелиться. Необходимо использовать доильный аппарат, охлаждать молоко и организовывать его доставку на переработку. Людмила аппарат уже купила. Мы уместно или уместно готовились для того, чтобы нам выжить и пройти этот этап, и вклиниться в их евростандарты. Обещали за доильный аппарат тоже погасить. Когда купили мы его, пошла собирать справки, глава сельской ради справки не дал. И нам никто не компенсировал этих 5 тысяч. Те, кто имеет 3 коровы и больше, скорее исключение из правил. В последние годы все больше украинцев в селах отказываются их содержать. По словам экспертов, буренок у селян осталось в 2 раза меньше, чем в послевоенном 46-м. Раньше селок, где живет Ирина, считалось молочным. Но сейчас осталось всего 3 коровы на улицу. Сама женщина говорит, держит лосуню для детей и внуков. Если бы не они, давно продала бы. Люди сдают, нам ясно. Никто не хочет держать. Ни молодняка, никто не хочет, ни ничего. А за что держать? 30 гривен за банку молока. Это что выгодно сейчас? Местный молокозавод раньше большую часть сырья покупал у селян. Но сейчас молоковозы из сел возвращаются полупустые. И новые стандарты хоть не прямо, но вынуждают переработчиков искать новых поставщиков. Заготовляем порядка 80% молока для переробки. Это молоко, которое поступает от фермерских господарств. Мы можем избавиться от этих 20% заготовленного молока. Потому что люди не понимают, как им будет. Или будет государство обеспечивать доильными аппаратами. Или будет какая-то программа. Такая программа, говорят, в министерстве есть. Рассчитана на три года. Государство компенсирует 70% стоимости аппарата, молоковоза и холодильника. На эти цели заложили миллиард гривен. Чтобы получить их, селяне должны объединиться. Нет, не в колхоз. В кооператив. Эти присадебные господарства, им нужно формироваться и объединяться в юридическую особу. Для того, чтобы юридическая особа была права претендовать на отримание этой дотации. На сегодняшний день, деньги от государства на помощь этим господарствам, которые дают молоко, нет. Дефакто. Потому что программа спрямована в большей мере только для сельгосвиробников. Но Людмила, впрочем, как и другие селяне, в силу кооперации не верит. Европа, например, она больше схильна до семейных ферм. Я, например, тоже до семейных. Потому что семейная, она сама зацикавлена в чем? В процветании, в качестве. И нам не надо, что делить между собой. А когда кооператив, они, по сути, делятся. То и больше сделал, то и меньше. Перейти на евростандарт в молочке Украина должна была еще с этого января. Но дату перенесли на полгода. Однозначно с 1 липня ничего не отбудется. Будет период адаптации. Но два года. Может быть и продолжение. Эта тема продолжает уже 10 лет. А пока государство меняет правила игры, люди растеряны. И просят к евростандартам добавить еще и европоддержку. Если нам будут давать кредиты, так как в Европе, под 0,1%, а не так, как у нас 25% берут кредиты, то, может, что-то и потянем. Люди будут бунтовать. Будем развозить по точкам, по людях, если тут не дадут. Все равно же будем торговать. Хотя в Кабмине успокаивают. Никакого запрета на продажу молока от частников 1 июля не будет. Но теперь главное – внятно объяснить людям новые правила. Иначе селянам при отсутствии рынка сбыта придется просто вырезать скот. Павлина Василенко, Жанна Дудчак, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер.